Спонсор выпуска компания Ямагучи. Сила японского массажа и домашний фитнес. Ямагучи с заботой о каждом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот некоторые темы выпуска. Сочи проверяет качество строительства школ и детских садов. В состав комиссии входят учителя и родители. Какой объект с проверкой посетили на этот раз? Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае выросла на 9%. За последние сутки COVID-19 на Кубани заразились еще 263 человека. Много ли инфицированных в Сочи? Протараненные фуры такси, сбитые на маркой скутерист и очередная жертва электросамокатов. Подробности происшествий в традиционной сводке ЧП. В администрации Сочи состоялось расширенное заседание штаба по подготовке и проведению выборов депутатов Государственной Думы, которое провел глава города Алексей Копайгородский. В заседании приняли участие заместители мэра, главы администрации внутриградских районов и руководители структурных подразделений муниципалитета. Вопросы подготовки и организации осенних выборов обсуждают в Сочи не впервые. Это уже шестая подобная встреча. Мэр Сочи напомнил представителям департаментов и управлений администрации города о поставленных задачах. Напомню, для подготовки к избирательной кампании на территории Сочи утверждены границы 238 избирательных участков. Шесть на федеральной территории Сириус. Сейчас идет проверка документов, кандидатов и их регистрация. Голосование продолжится три дня, с 17 по 19 сентября. Такой порядок на осенних выборах утвердила Центральная избирательная комиссия. А вот представители Общероссийского народного фронта проверяют качество строительства школ и детских садов в Краснодарском крае. Со совкомиссии входят и учителя, и родители. Активисты уже побывали на одном из сочинских объектов. Речь о стройплощадке в микроайоне Мацеста. Там сейчас возводят блок для начальных классов. Он позволит разгрузить основное здание школы номер 11, а она старейшая на курорте. Строить там начали чуть больше года назад. Всего же в Краснодарском крае в стадии завершения несколько десятков таких объектов. Сегодня в школе выполнены все инженерно-соединенные работы. Выполнено практически на 95% внутренней отделки территории. Проводятся работы по благоустройству школьной территории. И подрядная организация, на которой возложена задача по подведению этих работ, находится полностью в утвержденном органами власти графике. Это на самом деле очень важно. Новый корпус рассчитан на 400 учеников. Помимо учебных кабинетов, там появятся актовый и спортивный залы, зал для занятий хореографией, библиотека. Каждый этаж продуман. Например, первый этаж – это более спокойный. Здесь будет зона для игры, шахматы. У нас будут напольные шахматы, места для чтения, чтобы дети могли уединиться, здесь почитать. На втором этаже – корпусная модульная мебель, которая позволит детям сидеть и рисовать. То есть это направление. В одном из коридоров мы разместим теннисный стол. А на третьем этаже мы закупили четырехсторонний перекресток. И рекреация будет посвящена теме соблюдения правил дорожного движения. В новом корпусе занятия будут проходить в одну смену. Завершат работы уже через месяц. Совсем по-другому. Иначе начнется учебный процесс. С новыми чувствами, с новыми стремлениями, новые проекты. Прекрасное оборудование закупаем. Так что все будет на пять с плюсом. Сейчас ведется благоустройство прилегающей территории. Двор заасфальтируют. Рядом со зданием будут беговые дорожки и спортивная площадка. Пока представители ОНФ ходят с проверками по строящимся школам и детским садам, сотрудники городского департамента курортов и туризма, управления потребительского рынка и услуг, а также полицейские контролируют работу городских заведений, ресторанов, баров и кальянных на предмет соблюдения ими режима эпидемических ограничений. Только за последний рейд мониторинговые группы выявили нарушения в пяти заведениях курорта. Они проверяют гостиницы на соблюдении масочного режима и наличие у гостей всех необходимых документов, а также работу заведения общественного питания, которым запрещено работать после полуночи. Ежемесячное мероприятие. Мы его проводим уже на протяжении полутора лет. Это мы раз в месяц проводим акцию охрана правопорядок. Сегодня здесь у нас 71 группа, более 300 человек участников. По итогам рейда в Адлерском районе было выявлено кафе, открытое после 12 часов ночи. В Центральном районе в трёх торговых объектах продавцы работали без масок. Проверили и кальянные, которые сейчас под запретом. Одно из таких заведений закрыли. Все люди вышли, как вы видите, сейчас на самом деле. Составляют материалы только сотрудники УВД и администратор заведения. По Центральному району ежемесячно проводятся рейдовые мероприятия сотрудников администрации, сотрудников УВД по городу Сочи. По всем заведениям, нарушавшим действующий режим, составлены протоколы об административных правонарушениях. Они направлены в суд. Заболеваемость коронавирусом в Краснодарском крае выросла на 9%. О ППЦ обстановке в регионе рассказали на еженедельном брифинге в краевой администрации. В структуре заболевших преобладают люди среднего возраста. В 30% случаев на последние недели источником инфекции стали контакты с больными в семье. В 18% на работе. За последние же сутки COVID-19 подтвердился еще у 263 жителей края, в том числе и у 13 детей. И вот какие муниципалитеты оказались наиболее инфицированными. В Краснодаре 27 инфицированных. В Лобинском районе 25. 20 новых случаев заболевания зафиксировано в Анапе. 19 в Тихорецком районе. В Сочи диагноз подтвердился у 14 человек. В других муниципалитетах наименьшие показатели. За все время пандемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели почти 59 тысяч человек. Количество выздоровевших преодолело отметку в 47 тысяч. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 104 пациента. Несмотря на все усилия врачей, 4168 жителей края спасти не удалось. С просьбой вакцинироваться от коронавируса к сочинцам и гостям курорта продолжают обращаться известные в городе политики общественники, деятели науки и искусства. Накануне к ним присоединились и сочинские медики. Вакцинация – это мировое достижение, с помощью которой удалось остановить опасные болезни. Необходимо сделать прививку от коронавирусной инфекции для того, чтобы защитить себя и окружающих. Вакцина безопасна, включена в национальный календарь прививок. Сделать это необходимо, потому что только вместе мы остановим эту инфекцию. Необходимо сотрудничество каждого человека и вклад всех в это всеобщее дело. Нужно не только сохранить свое здоровье, но и сохранить здоровье окружающих. На гроте мужчина, угрожая ножом, ограбил холодильник. Странный инцидент произошел в центре Сочи, в одном из офисных зданий. По словам очевидцев, уборщица заметила мужчину, у которого в руке якобы был нож. Женщина не растерялась и вывела всех работников на улицу. А после вызвала полицию. Мужчина к приезду стражи правопорядка скрылся в неизвестном направлении, успев опустошить холодильник. Сейчас загадочного налетчика разыскивают правоохранители. О других ЧП расскажем далее. При спуске на Мамайском перевале фура протаранила такси. Больший груз врезался в заднюю часть легковушки, после чего ее развернуло, а многотонный автомобиль съехал на обочину дороги. В результате ДТП никто серьезно не пострадал. В Сочи водитель иномарки сбил скутериста. Инцидент произошел на улице Виноградной. Судя по видео, при повороте автолюбитель на Ауди не убедился в безопасности своего маневра, что привело к столкновению с двухколесным транспортом. Водителю скутера потребовалась помощь медиков. На остановке «Органный зал» в центре Сочи мужчина на электросамокате сбил женщину. Она получила различного рода травмы. На трассе Джубга-Сочи у фуры опрокинулся прицеп. Авария произошла в Лазаревском районе. Пока на место ДТП не прибыл автокран, дорога была полностью парализована. Это не все, о чем мы хотели рассказать. Смотрите во второй части программы. С 1 августа в Сочи изменятся правила заселения в отели и гостиницы. Туристы должны будут иметь при себе сертификат о вакцинации или метод ввод от прививки. Предоставят ли номера гостям с отрицательным ПЦР-тестом. В Сочи живет орнитолог, который на своем участке бесплатно лечит птиц. Александр Дворецкий выхаживает пернатых уже больше полувека. Зачем он это делает и о чем мечтает альтруист? В Сириусе выступит ансамбль виртуозов Маримбы из Австрии, Вэйв-квартет. Ударный инструмент издревле использовался для сопровождения ритуалов и обрядовых танцев. Когда и во сколько начало концертов? Далее блок коммерческой информации. Не переключайтесь. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме. На одном дыхании. В одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Вы сами создаете свой стильный домашний компактный фитнес-зал. Виброплатформа. Фитнес-ленты. Слэмбол. Гребной тренажер. Петли для функционального тренинга. Боксерский мешок. Велотренажер. Беговая дорожка. Массажное кресло. Фитнес-зал Ямагучий. С 1 августа в Сочи изменятся правила заселения в отеле и гостинице. Туристы должны будут иметь при себе сертификат о вакцинации или метод ввода от прививки. Предоставлять номера гостям с отрицательным ПЦР-тестом тоже будут. Но только в том случае, если турист обязуется сделать прививку в течение трех дней с момента приезда на курорт. Готовы ли отдыхающие соблюдать меры безопасности, выясняла Елена Емельянова. Чтобы ответить на этот вопрос, она отправилась в один из сочинских санаториев. По территории санатория Металург вальяжно прогуливаются туристы. Здесь высокий спрос на санаторный отдых чувствовался на протяжении всего года. И люди, которые приезжают в Сочи с целью поправить здоровье, как правило, и без того заранее готовят медицинские документы. Поэтому новые правила, вступающие в силу со дня на день, здесь не стали неожиданностью ни для туристов, ни для персонала. Вы знаете, у нас нет опасений относительно ужесточения мер, ужесточения требований для поселения гостей с 1 августа этого года. Мы заранее предупредили всех наших гостей, разослали письма. Мы полноценную информацию разместили на нашем сайте, все условия. Также мы разместили информацию о том, где находятся пункты вакцинации, какой из них ближайший, как все это сделать. В связи с новыми правилами, конечно, немножко увеличилась нагрузка на службу размещения, потому что необходимо проверить все документы, проверить их актуальность при поселении каждого гостя. Но я вам скажу, что уже сейчас подавляющее большинство гостей прибывают с сертификатами вакцинации. Поэтому я думаю, что в дальнейшем эта тенденция будет только нарастать. По новым правилам есть пять вариантов заселения. Гость должен предоставить либо сертификат о вакцинации, либо справку о вакцинации первым компонентом. Если человек не прививался, то в этом случае он должен показать документ о недавно перенесенном заболевании или иметь на руках медотвод с отрицательным ПЦР-тестом. И последнее, с туриста могут взять обязательство, что он сделает вакцину в Сочи в течение трех дней и покажет отрицательный тест. Тем более, что пункты вакцинации есть в каждом районе. А некоторые санатории уже отправили заявки на организацию этой процедуры прямо на своей территории. Причем объекты размещения иногда готовы обеспечить даже трансфер гостей в случае, если они выбирают тот или иной пункт. Сейчас в городе достаточно пунктов вакцинации. Их чуть больше 30. Каждый день эта картина меняется, становится все больше. Нужно сказать, что наши объекты размещения, имеющие медицинские лицензии, выразили свою готовность открыть на базе санаториев пункты вакцинации. Вчера буквально у нас открылся такой пункт вакцинации в Жемчужине. Делаем мы это для того, чтобы и гостям было комфортно, и обеспечить максимальный охват жителей города Сочи пунктами вакцинации. Все вышеперечисленные правила распространяются только на взрослых. Подростки от 15 до 18 лет при заселении предоставляют только результаты теста. Дети до 14 лет включительно заселяются без ограничений. Новые ограничения заработают уже с воскресенья, 1 августа. В администрации подчеркнули, если турист согласился вакцинироваться от коронавируса на месте, но не выполнил обещание, то его, скорее всего, не выселят. Но по факту будет разбирательство, и оно может закончиться штрафом до 30 тысяч рублей. Елена Емельянова, Дмитрий Петри, Время новостей. «Научи меня жить» – авторский моноспектакль заслуженного артиста России Максима Аверина, который состоится на сцене Зимнего театра Сочи уже 11 августа. Между прочим, один из ведущих и популярных актеров страны, ведущий телешоу и режиссер, с июня этого года приглашен на должность художественного руководителя Сочинского концертно-филармонического объединения. В суде программы подробно он рассказал о своих планах как на новой должности, так и на творческом поприще. Вот некоторые фрагменты интервью. В задачах моих пока, вот в планах, да, это сохранить эти же фестивали и привнести новые. То есть при тех антрепризных спектаклях, которые заполнены афишей, я надеюсь все-таки создавать фестивали больших театров. Это очень сложный вопрос, вывести большой коллектив сложно, но тем не менее по намерению в моих планах это есть. Сделать театральный фестиваль, театральная весна Сочи, устраивать встречи с большими артистами, которые... Единственная одна мечта, я не буду сейчас ее озвучивать, потому что бы не сгласить, но мечта у меня есть привезти одну великую актрису и сделать встречу с сочинцами. Есть еще мысль у меня по поводу музыкального фестиваля, но это вот мы сейчас обсуждаем, потому что три аккорда программ, которые я веду на Первом канале, она достаточно интересная и очень популярная. И я подумал о том, что может быть мы сделаем фестиваль три аккорда в Сочи. Посмотрим. То есть я пока, что называется, идеи собираю, а там посмотрим. Полную версию программы подробно смотрите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем сайте sochi24.tv. Наш информационный выпуск продолжает хорошие новости с Андреем Ипатовым, который уже готов ими делиться. Всем здравствуйте. Знаете ли вы, что в Сочи проживает орнитолог, который больше полувека бесплатно лечит птиц у себя дома? А в Сириусе уже совсем скоро выступит ансамбль виртуозов Маримбы из Австрии. Стоматология Вали Денталь представляет собственную цифровую зуботехническую лабораторию. Приглашаем врачей-стоматологов и зубных техников к сотрудничеству. Сочи, Чайковского, 3, 8-988-186-6706. По приглашению президента России Владимира Путина в Сочи на отдых приехала многодетная семья из Надыма. Это Ямало-Ненецкий автономный округ. Для гостей подготовили обширную экскурсионную программу. Своими впечатлениями от первого посещения курорта гости поделились с Елизаветой Червяк. Уже с первых минут знакомства стало понятно, что семья дружная и скромная. У них восьмеро детей. Старшая дочь замужем и живет отдельно. Поэтому на курорт приехали родители и семеро детей. В Сочи отдыхают впервые. Семья эта многодетная, очень интересная, с ними очень интересно общаться. Для этой семьи по поручению главы города мы подготовили очень интересную, насыщенную программу. Семья Гавриленко с удовольствием побывала в парке Ривьера. В частности, они посетили дом Великана. Там особенно интересно было младшим детям. Ну а потом все отправились в зоопарк. А ранее гости с Ямала посетили Красную Поляну. Также для них была организована морская прогулка. Напомним, что 1 июня Владимир Путин встречался в режиме телемоста с многодетными семьями из регионов страны. Все они стали обладателями государственной награды ордена «Родительская слава». И вот глава семьи Геннадий Гавриленко рассказал президенту о планах поехать на подаренном автомобиле в Геленджик. Глава государства сделал предложение отправиться в Сочи. И вот как это было. Что касается вашей поездки, то, знаете, ну, конечно, через 5000 километров с детьми это такое непростое, непростое дело. Сядьте всей семьей на самолет, спокойненько прилетите в Сочи, скажем. А здесь мы вам организуем хороший отдых и машинку дадим, чтобы вы могли покататься, посмотреть, там, олимпийский объект. 5000 километров далековато. Семья приняла предложение и, как говорится, не пожалела. Вот впечатление Геннадия Гавриленко о первых днях в Сочи. Я думаю, что, ну, все эти впечатления, я думаю, как и у нас, и у наших детей, наверное, это на всю жизнь станется, да. И мы будем, наверное, рассказывать еще и внукам своим, да, что, как вот такая возможность нам выпала здесь. Ну, и, конечно, нам, ну, очень нравится, да, здесь вот в городе Сочи, да, все, все хорошо. Кстати, поездка в Геленджик тоже состоится. Туда семья Гавриленко отправится после Сочи. Более 60 лет сочинец Александр Дворецкий посвятил спасению раненых птиц. Количество сохраненных птичьих жизней трудно поддается подсчету. Сейчас на лечении и реабилитации у него дома находится около 400 пернатых. В гостях у орнитолога побывала Алина Тищенко. Прямо за голову его и в угол рта. Только не прямо в плюв, а в угол рта. Все получится. Телефон сочинского орнитолога не замолкает ни на секунду. За консультацией к Александру Порфирьевичу обращаются не только сочинцы. Помощь в лечении он также оказывает птицам по всей России. Нередко звонят из-за границы. По образованию Александр Дворецкий – зоолог. Любовь к природе была у него с самого детства. Неудивительно, что и дети, и внуки пошли по его стопам. Мы все любим животных. И сколько я себя помню, всегда занимался животными. Хотя папа у меня водитель был, мама – провизор. Чайки, волнистые попугаи, канарейки, журавли, бакланы, цапли – и это далеко не полный список его пациентов. У каждого своя история. Кто-то сломал крыло или проглотил гвоздь, кому-то повредили клюв. А вот этих попугаев Ара бывший хозяин использовал для заработка. Он предлагал туристам за деньги сфотографироваться с птицами. Это привело к тому, что попугаи начали сами у себя выщипывать перья. Вот такая реакция на стресс, который нашему орнитологу и предстоит вылечить. Лечение и реабилитацию пациенты зоолога-орнитолога получают у него на дому. Все они проходят тщательный осмотр, после чего помещаются на карантин. Выздоровевших и окрепших птиц Александр Порфирьевич возвращает в естественную среду обитания. Тех из них, кто не сможет выжить самостоятельно, он передает в зоопарки или оставляет жить у себя. Но не только птицы получают здесь медицинскую помощь. История спасения Беллы английского сеттера завораживает. Зоологу удалось спасти не только жизнь, но и лапу собаки. Заднюю ногу машина раздавила в дребезги, просто в лепешку. Естественно, мы с сыном повезли ее к хирургу очень хорошему у нас в Сочи. Хирург очень хороший. Он говорит, что давайте лапку отрежем, потому что будет гангрена, все равно лапу не спасем. Я говорю, давай дело ремонтируй, собирай все, остальное уже наше дело. Александр Дворецкий убежден, что каждое живое существо имеет право на жизнь. Мечта орнитолога создать в Сочи центр спасения птиц и мелких животных. Алина Тищенко, Дмитрий Петрий. Время новостей. В бархатный сезон в парке науки и искусства «Сириус» отметятся своим присутствием преимущественно зарубежные коллективы и исполнители самого высокого уровня. Так, концерты необычного квартета австрийских исполнителей на маримбах «Wave Quartet» состоятся уже 1 и 2 августа. «Wave Quartet» – ансамбль виртуозов маримбы из Австрии. Маримбы – это ударный инструмент, прообразы которого появились в Африке и Латинской Америке, где они использовались для сопровождения ритуалов и обрядовых танцев. Сегодня маримба – восходящая звезда классической сцены, которую можно услышать в записях популярных исполнителей Queen, Rolling Stones, Abba. В воскресенье 1 августа состоится сольный концерт «Wave Quartet», в программу которого вошли переложения для маримбы разных жанров – классической, танцевальной и поп-музыки. Начало выступления в 18.00. А уже в понедельник, 2 августа, в Большом зале Сириуса состоится совместный грандиозный концерт «Wave Quartet» с сочинским симфоническим оркестром. Музыканты исполнят концерт «Аконкагуа пьецолы» и концерты для двух клавесинов с оркестром «До мажор Баха», сочинение с которого началась творческая биография квартета. Начало выступления 2 августа в 19.30. Делитесь своими хорошими новостями в Инстаграм через хэштег «Только хорошие новости Сочи24» и мы расскажем о них в нашем эфире. Напомню, что наш телеканал можно смотреть на территории Большого Сочи во всех кабельных сетях на 22-й кнопке, IP-телевидение на сервисе «Яндекс.Эфир», а также онлайн на сайте «Сочи24.ТВ». За самыми актуальными и интересными новостями курорта вы также можете следить в нашем телеграм-канале «Сочи24.ТВ». Подписывайтесь. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Информационное вещание нашего телеканала продолжает выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафиша. Оставайтесь на позитиве вместе с «Сочи24». Стоматология «Вали Денталь» представляет собственную цифровую зуботехническую лабораторию. Приглашаем врачей-стоматологов и зубных техников к сотрудничеству. «Сочи», Чайковского, 3, 8-988-186-6706. На юге Турции продолжают полыхать десятки лесных пожаров. Власти подозревают, что они начались в результате поджогов. Сообщается о четверых погибших в лесистой местности. Около 140 человек обратились за медицинской помощью. В туристической провинции Анталии эвакуировали 18 деревень и районов. Ещё 16 – в провинции Хадена и Мерсин. Огонь распространяется быстро, способствует жара и сильный ветер. Это южный город Бодрум, известный своими курортами и отелями. Здесь продолжаются спасательные операции, в то время как огонь подбирается к гостиницам и жилым домам. В целом, на этой неделе в 17 провинциях на побережье Эгейского и Средиземного морей Турции вспыхнуло более 60 лесных пожаров. Президент страны назвал это атаками и пообещал привлечь к ответственности виновных. 36 из этих лесных пожаров локализованы, оставшиеся 17 продолжают тушить. «К сожалению, сегодня полыхает много пожаров, которые, как предполагается, начались в разное время, но гореть будут ещё долго. Мы стараемся взять их под контроль, но на это может уйти время». В администрации президента Таипа Эрдогана уже сообщили, что начали расследование для выявления причин возгораний. Вскоре после того, как британский город Ливерпуль вычеркнули из списка всемирного наследия, статус ЮНЕСКО дали сланцевым ландшафтом северо-западного Уэльса. Сланец в регионе Сноудония добывали на протяжении 1800 лет. Из этого материала частично построили римский форт Сигонтиум недалеко от национального парка. Местные власти подали заявку в ЮНЕСКО в 2020 году. Они стремились признать роль этого места как ведущего производителя и экспортера сланца в XVIII веке. Валийский сланец можно найти на зданиях мэрии Копенгагена и Королевского выставочного центра в Мельбурне. А в 1830 году из него были сделаны крыши половины зданий в Нью-Йорке. К слову, Ливерпуль потерял свой статус потому, что, по мнению ЮНЕСКО, новые здания в историческом центре и порту нарушили привлекательность его викторианских доков. Решение довольно знаковое, ведь до этого организация исключала объекты из своего списка лишь дважды. Чтобы попасть в перечень всемирного наследия, места должны иметь выдающуюся ценность и соответствовать хотя бы одному из десяти критериев. Например, быть шедевром искусства или архитектуры, либо обладать природной красотой. В целом в Великобритании имеется 30 объектов, включенных в престижный список. В США разработали первого в мире робота, который делает маникюр. Такая машина наносит лак любого цвета за 10 минут. Благодаря специальным датчикам устройство точно определяет границы ногтевой пластины и не выходит за ее края. В будущем разработчики хотят установить таких роботов в розничных магазинах, офисах, жилых зданиях и аэропортах. Процедура, как ожидается, будет стоить менее 10 долларов. В то же время такой робот не может обрезать кутикулу, придать ногти форму или его отполировать. Но некоторые представители индустрии уже беспокоятся, что эти машины могут составить конкуренцию обычным салонам красоты. Мастер маникюра Эсташа Гудвин не в их числе. Говорит, что роботы не смогут обеспечить клиента тем, зачем он идет в салон. Эсташа говорит, что в салонах не просто делают маникюр. Там женщинам обеспечивают отдых и живое общение. Робот на такое пока точно не способен. СПОНСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ Робот на воздушном шаре на экоферме «Экзархо». Робот на таклав. СПОНСОР ПРОГНОЗА 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 grain. Умери бод Робот на designs на косữ свойств. Субтитры создавал DimaTorzok Телеканал Сочи 24 приглашает к просмотру криминального триллера. Английская кинолента «Похищенная» — это приключенческий боевик, события которого начинаются как обычное путешествие. Но неожиданная находка меняет все планы главных героев и превращает их жизнь в игру на выживание. Эй, ребята! Я что-то услышал! Пятеро друзей альпинистов отправляются в поход. Они хотят зайти на одну из шотландских гор. Подъем проходит довольно спокойно, пока скалолазы не находят замаскированный люк в земле. Внутри они обнаруживают девочку-подростка. Между альпинистами возникает спор о том, что здесь произошло и стоит ли спасать ребенка. Несмотря на разногласия, друзья выводят девочку из ее темницы. Выясняется, что ее похитили ради выкупа. Теперь альпинисты понимают, что за ними следят и им угрожает опасность. С этого момента начинается бой на выживание. Смогут ли главные герои выбраться спасти себя и ребенка? Все желающие узнают, посмотрев остросюжетный фильм «Похищенная». В эту субботу, 31 июля, на телеканале «Сочи-24». Начало показа в 21.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова